Огромная проблема миокардитов. Только с вашего заключения специалист может дальше определить тактику ведения пациентов. Есть ли признаки острого воспаления, есть ли признаки отеков? Ненароком не сделать РЧА там, где нужно лечить острый миокардит. Мы помогаем кардиологу понять, что с данным пациентом происходит. Странно, когда у человека молодого возникают, например, признаки или подозрения на инфаркт, когда у него нет выраженного атеросклероза, и вы говорите, что МРТ позволяет это найти. Но ведь здесь огромная проблема миокардитов, которая как-то, мне кажется, возросла с момента коронавирусной инфекции, потому что она как-то дала больше осложнений. В связи с этим появились более молодые пациенты с фибрилляцией предсердия, с различными нарушениями ритма, ну и даже с кардиомиопатиями. И здесь просто вот ваша профессия настолько, мне кажется, стала еще более востребованной, потому что только с вашего заключения специалист может дальше определить тактику ведения пациентов. Я уже с вами немножко говорила до эфира, я всегда думала, что вы можете только по МРТ сразу вот в общем-то установить диагноз миокардит. Объясните, пожалуйста, всем нашим пациентам, когда вы можете его увидеть, этот миокардит, и насколько здесь важна связь с врачом, который, например, клиницистом, который вот ведет этого пациента, к кому он пришел непосредственно прием? Ну, связь обязательная напрямую, потому что мы как визуализирующий метод, мы смотрим структуру поражения. Генез поражения, да, мы иногда кардиологу проще понять, потому что он собирает анамнез, он собирает анализы другие и смотрит на пациента в целом. А мы все-таки более узкие, мы врач для врача. Мы работаем в первую очередь для кардиологов, если мы сегодня говорим о кардиологических пациентах, и мы помогаем кардиологу как бы понять, что с данным пациентом происходит. Поэтому связь, конечно, обязательная. Вот. И что касается миокардитов, здесь так называемые миокардиты, да, воспаление вирусной или бактериальной, это важно кардиологам знать. Но для принятия решения чаще всего все-таки важно понять, что сегодня происходит, и от этого выбор тактики лечения, хирургии или консервативного лечения. В частности, есть ли признаки острого воспаления, есть ли признаки отека в миокарде, да. То есть это мы сегодня можем сказать, используя современные методы магнит-резонансной томографии, и как бы врачу дать понять, потому что отек миокарда – это не всегда из-за воспаления, скажем, из-за вируса, да. Он может вызваться и другими причинами, но все равно миокарду сердце будет плохо, да. И именно степень поражения, насколько выражен этот отек, уже врач-кардиолог, собирая анамнез, может принять правильную тактику лечения хирургического, консервативного, повторить динамику, да, как будет развиваться. И на сегодняшний день, я не знаю, к сожалению или к счастью, что динамический контроль сердца, особенно при подозрении на миокардитах, обязателен, поскольку даже во всех стратификациях риска, да, в послемиокардитическом кардиосклерозе важна динамика. Поэтому всегда нужно, особенно если мы видим какие-то проблемные вещи, да, кардиолог лечит, мы через какое-то 2-3-4 полгода можем посмотреть и оценить, что произошло за это время. И уже на совокупности вот этих методов кардиолог принимает решение, правильно выбран тактик, либо как-то более агрессивно начинать лечиться. Вот опять же в этом разряде, если мы говорим про РЧА, про показания к лечению или фибрилляции предсердия, или экстрасистол, да, потому что ведь экстрасистолия тоже может быть связана с миокардитом. Ведь насколько важно, заподозрив врачу-клиницисту миокардит, отправить к вам, чтобы, ну, ненароком не сделать РЧА там, где нужно лечить острый миокардит? Насколько часто вы встречаетесь вот с такими случаями? Ну, достаточно часто приходят пациенты, когда мы видим острые изменения, либо подострые изменения в миокарде. Просто эффективность даже аблации, поскольку сама аблация, она же тоже вызывает какое-то небольшое воспаление, да, воспаление, рубец, из-за этого прижигается вот этот патологический участок, да, и аритмия уходит. Но если миокардит течет, да, миокард воспален, прижигать на воспаленный участок, эффективность будет просто снижена. Поэтому, конечно, перед аблацией показано определение, скажем так, структурных изменений в миокарде, чтобы все-таки, как бы, более эффективна была аблация процедуры. Сама процедура, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова